Всем добрый-добрый день! Хотела сказать утро, но нет, уже день. Меня сегодня очень рано разбудили. Я сделала по делам, срочно, обморочно, в общем, накрасила брови, блеск и помчала. Сейчас я приехала, села, думаю, подкрашусь, нужно же видео снимать. Парфюмерное. Сегодня у нас будет аромабокс. И думаю, ну что же я, крашусь-то без камеры, да? Вот. Кстати, пишите, какие бы вы хотели обсудить темы, парфюмерные в том числе. Итак, сегодня я первый раз крашусь тушью Luxe Visage. Такая вот черненькая. А, объем и длина. Объем и длина. У меня белая такая закончилась. Белая была кисточка, знаете, с одной стороны короткая, с другой более длинная. Здесь вот обычный такой вот бочоночек силиконовый. А до этого я использовала тушь Cabaret от Vivienne Sabo. Она уже прям закончилась. И, в общем, я этой накрасилась. Я чувствую прям тяжесть такая на ресницах. Она прям наслаивается гораздо лучше, чем Vivienne Sabo почему-то. В общем, не знаю. Vivienne Sabo думала повторить, но решила нет. Кстати, была же скидка на Vivienne Sabo. Не знаю, может быть, и до сих пор есть. Я заказала еще подводку Cabaret вот эту вот блестящую. Хотела тушь такую же блестящую заказать, но подумала, что у меня этих... Все, вот эту я, получается, только сегодня вскрыла, да? И у меня еще есть... Ни разу не открывала. Это Maybelline вот такая нашумевшая, да? Крутая уже. Все знаете, ее уже год или два как протестировали, я все еще нет. И Гурмандис у меня есть тушь, которую я тоже еще, ну, даже не вскрывала. Получается, это тоже было новое. Я вот ее первый день только сегодня взяла. Поэтому, в общем, решила не заказывать. Что-то я перестала покупать фаберликовские туши. Нужно вернуться. Ну, наверное, ценники. Они чуть-чуть-чуть под... Под выросли ценники. Еще попозже я докрашу глаза. Тут меня, значит, потянуло на какие-то оранжевые помады. И я все-таки нашла оранжевую помаду. Я вам показывала, что я купила. Думала, она будет оранжевая. Она такая фуксия больше даже. Так что я, в общем, нашла у себя в закромах. Я покопалась. А в моем количестве ну, по-любому что-то есть. Я нашла от Avon вот эту вот с блестками. Как эта линейка называется? Такая фиолетовая. Призма. Да. В общем, вот такая. И в ней золотистые блестки. Я была в прошлом видео в белом платье с этой помадой. Она смотрится как бы и ярко, и не ярко. И за счет блесточек ощущение такого влажности. На самом деле это такой перелив из блесток. Конечно, она не матовая. Есть там свой собственный небольшой перелив, но блесток достаточное количество. Они золотые. В общем, я беру в использовании. Знаете, я решила собрать такую помадную косметичку по поводу косметики. Тональным кремом я как не пользовалась, так я и продолжаю не пользоваться. В качестве бронзера я пытаюсь доизрасходовать фаберлик. У меня уже здесь совсем немножечко осталось. Румяна я буду использовать вот такие фаберлик. Это наливное средство для губ и щек. Ну вот здесь чуть-чуть я румянилась. Чуть-чуть-чуть-чуть. Тут, знаете, когда я выезжала с дома, что-то тут я пыталась, конечно же. Вот. Брови стерла. Брови стерла, потому что я наносила карандаш для бровей. То, что помадка для бровей от Люкс Визаж все-таки, знаете, ей сложно наносить. Ну, то есть как сложно? Ну, в два раза дольше, а то и в три. Но вот такого бы не было, если, знаете, я почесала бровь, и бровь ушла, да? Вот с помадкой такого нет. Все. Если я нанесла, она как прибитая. Вот она высохла, ее быстренько, сразу после нанесения пытаюсь растушевать, как-то, да? смягчить. Все. Дальше только умываться. Так просто вы ее уже не сотрете. Ну, так я чуть-чуть. Здесь, в принципе, достаточно яркая бровь. Не буду я наносить, потому что помадкой выглядит более, более темно и ярко. В общем, знаете что? Вот она мне вроде бы и нравится, но она уже начинает вываливаться, вот этот вот кусок. То есть она подсыхает, она как бы со сторон, да, вот как-то подсохла и появилось пространство. Я ее, конечно, купила, купила я ее тоже по хорошей акции, а так, знаете, она бы стоила рублей 300-400. Ну, не 100 рублей, чтобы она у вас высохла за месяц и вы не успели в общем-то ей воспользоваться. Да, она у меня лежала где-то месяц, может, чуть больше, но это небольшое такое количество времени. А теперь вот я и пользуюсь месяц и все, и она вот у меня уже подсыхает. То есть я понимаю, что я ее точно до конца не израсходую. И вот я прихожу ко мнению, знаете, вот она классная, если вам нужен стойкий макияж бровей, но вы не можете ей пользоваться, ну, когда это вам будет необходимо, потому что она высохнет. Ну, значит, буду покупать карандашики. Посмотрим, может быть, как-то все-таки она будет красить. Посмотрим, может быть, даже сухой. Я же как-то все равно крашу, наношу, и она красит, да, в любом случае. Так, вчерашние ароматы стоят. Стоят, девчонки, стоят в сторонке. Парфюмы, парфюмы, вчерашние стоят, которые мы с вами тестировали. Сегодня я была в этом же аромате от Уссо. У нас спрашивают номер. Ну, вообще, как я поняла, есть номерная парфюмерия Уссо, а есть Уссо, которые, вот, на нем нет номера, они чисто под названиями. Это лимон и жасмин. у меня у него немножечко другой, другая завальцовка, другой распылитель, крышка, ну, и состав как бы подороже, ну, и коробка такая, да, более презентабельная, поэтому ценник у него выше, чем у обычной линейки, которая как раз таки под номерами идет, вот. Ну, я сейчас не буду наносить, я несколько часов назад вообще его наносила, но я просто переоделась, я и на одежду, и на волосы немножечко, в общем, куда попало, туда попало. Дело в том, что сейчас мы будем тестировать, в следующем видео тестировать аромат, поэтому я не хочу наносить, потому что стойкость у него прилична. Значит так, я возвращаюсь к своей косметике. В общем, я, в принципе, пользуюсь сейчас только, если брать тени, то это только 102-й Dasty Rose матовый, жидкие тени от Люкс Визаж, я прям так уже, знаете, елозе, елозе, я понимаю, что они мне скоро начнут заканчиваться. Обычный вот такой вот оттенок, вроде как абсолютно бежевый, но все равно видно, что ваше веко перекрыто красивым бежевым цветом, на нем хорошо растушевываются, да, границы прорабатывают с коричневыми тенями, в общем, как-то так. В принципе, все, я больше ничем не пользуюсь. И какой тут 0,4-й? Нет, это 0,1-й. А где я делала? В общем, такой же еще у меня в 0,4-м оттенке, только блестящий, такой он коричневастый. Сейчас я тут ничего не найду, потому что я тут понавыкладывала. Вот же! Нет, Dasty Rose 102-й, он более розовый. Я пользуюсь 103-м, Nude Beige. Вот он, совсем нюдовый. Вот этим оттенком я пользуюсь уже, наверное, дня 4. И сегодня он тоже будет на мне, но нравится мне. И еще вот такой 0,4-й оттенок именно Metal Hype. Видите, уже прям достаточное количество я измазюкала. Мне что-то прям нравится. Он такой блестященький, не слишком темный, не слишком яркий, вполне повседневный, на солнышке переливается, под загар, под бронзер классно подходит. В общем, такая вот моя косметичка. Покажу вам. И я решила... Так, в общем, лаковые помады достала. Три у меня. Есть две в сумочке, в сумочке в новой с Алиэкспресс. Помните, как мы смеялись в комментариях по поводу по поводу комментария одного, что как можно с такими сумками ходить? Я только брендовые ношу, а с такими позор. Мне понравился, мне очень понравился комментарий, просто респект. в ответ девушка написала, слушай, ну, стыдно вообще должно быть за другое, а ходить можно и с пакетом. Ну, типа, вообще молодец. Так вот, в этой моей Алиэкспрессовской сумочке лежат еще два таких оттенка. Блин, какая стойкость. Вот когда покупала уже прям на глубокой-глубокой распродаже, жалею, что не купила сразу, когда был выбор, была расцветка цветов, то, что у меня три оттенка, они все три мне не подходят, и я их мешаю на губах между собой, и это сложно сделать. Вот такой бежевый, но он прям рыжий. Он прям светлый, он прям рыжий. Я вроде не загорела, а помады на мне как-то, знаете, светлые. В общем, у меня есть такой выбеливающий розовый и такой темновастый, коричневый, я их вместе мешаю коричневым с розовым. Боже, какой красивый оттенок. Глянец потрясающий, блестит, красиво, он липкий, но он стойкий. Я когда нанесла, вчера выбирала, я нанесла, значит, сделала сводч, я кисточкой мешала два цвета. Не просто так, это даже с руки смыть жидким мылом, я там терла, терла, вот этот вот такой глянцевый, вот этот липкий, вот этот слой плотный, его не просто смыть. Но мне нравится, потому что он хорошо долго носится. Ну, в общем, я беру таких три, будет у меня, просто два у меня в сумочке. По поводу оранжевых помад, я покопалась, я нашла еще, вот Фаберлик, у меня есть в оттенке 40693, вот такая помада бальзам, она смотрится очень ярко оранжевой, на самом деле она такая классная, она полупрозрачная, прозрачная, очень-очень классная. Я подумала, то есть я же в основном пользуюсь одними и теми же помадами, как бы это такой мой проект пен, я хочу их закончить, завершить. Я подумала, ну, а это, что все лежит, простаивает, пока у меня есть настроение вот к такому оранжевенькому, оранжевенькому. В общем, я буду пользоваться, если мне понравится, пока не сняли вообще эту линейку, я себе куплю вот такой же еще. Ну, очень красивый. У меня три оттенка таких помад, ну, вот один беру. Еще один оттеночек, тоже можно сказать, он рыжеватый, это помада стил, это моя давняя любовь, у меня есть старые помады стил, эту покупала я где-то полгода назад, максимум. Она из какой-то такой линейки с блестками, я не скажу, что она супер такая вот рыжая, оранжевая, но все-таки вот такой подтон у нее есть, у нее есть, видите, такой вот шиммер, как россыпь, такая мелкие-мелкие, какие-то золотые, белые блестки, смотрятся как как что, как металлическая, наверное. Похожая, есть фаберлик, вот такая линеечка, перламутровая помада гламшайн в оттеночке 40 797, моя любимая, ну, мне их две, но это лучше. Она тоже такая вот вроде как бежевая, но она вот с рыжим подтоном, можно сказать. И вот в ней тоже такие блестки и белые, и розовые, и золотистые, вот она так сверкает, просто сейчас как бы лето, солнечно, ну, почему бы не посверкать, да? Дальше я зачем-то взяла блеск люкс-визаж в оттеночке 20, он такой коричневый с красно-фиолетовыми блестками. Мне кажется, он меня не украсит, мне кажется, он придаст моему виду угрюмости. А, кстати, можно на вот этот лак для губ наносить другие блески. Цепкость, стойкость обеспечена. в общем, у меня есть более старые блески, но почему-то я достала этот, этот совершенно новенький, но буду пользоваться. Блестит и блестит, да? Так, значит, лак я вам показала. Следующая помада это латуаж. Это белорусский бренд, это довольно, ну, как бы, например, он, по-моему, дешевле, чем люкс визаж, хотя плюс-минус может быть и такой же. Ну, в общем, у меня оттенок помады 216, в принципе, это мой оттенок, он такой розовый, рыженький, такой красивый. Помада очень плотная. Вот она настолько плотная, я боюсь, что она еще, знаете, как будто немножечко темнеет, что ли. Вот она не рыжая, но есть в ней какой-то такой все-таки потон красивая, цвет увядающей, розы, не знаю, как ее там еще назвать, розы пустыни, не знаю, все, красивый оттенок. Да и пахнет она ничего. Я помню, когда я ее только купила, я ее немножечко зафукала какими-то фруктиками, легкая-легкая, такой, знаете, кисло-сладкая, где-то далеко-далеко какой-то фруктовый оттенок. Она очень плотно ложится, она такая, она не как из 90-х помада, да, вот этот пластилин, но вот этой плотностью она немножечко напоминает. Дело в том, что такие помады я расходую крайне долго, потому что я не люблю вот таким вот слоем наносить. Я наношу на чуть-чуть, да, здесь, на кусочек губы, там, и я потом пальцем разношу. Вот таким слоем я не люблю, то есть я начинаю вот так вот это все растушевывать по губам, поэтому такие помады я ношу крайне долго. В общем, я решила взять, поносить, а что взяла-то? Во-первых, цвет хороший, во-вторых, я недавно видела там тоже какие-то, ну, в общем, вот это вот в красном футляре, а есть еще в золотистом вот в таком. Футляр тоже мне не нравится, но знаете, они представлены просто вот так, по-моему, на сайте, поэтому я не знала, что вот такая крышка, ну, крышка и крышка, как бы, ладно. В общем, какой-то цвет из золотистой линейки я хотела купить и потом подумала, что, ну, тебе же вот она не понравилась, ну, в общем, я решила еще раз ее взять и еще раз выгулять. Я помню, что мне запах не нравился, сейчас я и... ну, вообще практически не пахнет. Не знаю, что мне там не понравилось в прошлый раз, ну, да ладно. Самоваренная помада. Это та помада, с которой я вообще решила, что мне идут чуть-чуть рыжеватые оттенки, но я боюсь, что это все-таки для зимы оттенок, когда я немного посветлее, вот. Может, я и не посветлее, просто я бронзером здесь, 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 здесь. Ну, прям такая коррекция именно бронзером, поэтому я так темновато, наверное, смотрюсь. Ну, в общем, вот этот цвет, самый лучший цвет, розово-рыженький, боже мой, какой он красивый, он просто бесподобный. Ну, в общем, если подойдет, буду пользоваться. Так-то думаю, что ты ее хранишь? Ну, она у меня сломалась, я ее сварила, хотя мало ей пользовалась, но вот, когда вы варите помаду, да, что-то остается не вылитое, уже там застыло, ну, в общем, ее будет меньше, если вы ее перезальете, расплавите, перезальете, ее станет меньше. Дальше, по поводу любви вот таким лаком для губ от Фаберлик, я вспомнила, что последняя, по-моему, моя покупка именно для губ от Фаберлик, это был вот такой, ну, не блеск, это жидкая, глянцевая помада, она тоже довольно плотная, но, ну, как плотная, это, конечно, в два раза плотнее, но если ты любишь, подумала я, почему бы и не попробовать, нет, нет, плотность у него, сама вот плотность, этот я наношу, аж прям, он прям, аж как клеем, знаете, практически наносит, это вот обычное нанесение, но цвет плотно ложится, в общем, я помню, что эту жидкую, глянцевую помаду ругали, что она растекается, я ее носила несколько раз, когда купила, она у меня не растекалась, в общем, я ее возьму, почему-то, странно, но почему-то летом я хочу блески, зимой я хочу плотные помады, ну, как-то так, в общем, у меня еще есть вот такой старенький от LaVelle блеск, розово такой, ну, не перламутровый, он такой непонятный, в нем что-то такое вот белесое есть, мой муж называет стальной, блеск, я помню, что он, он когда уже так подсъедается, остается вот вроде бы и глянец, прям такой на губах, такой, знаете, полупрозрачный какой-то молочный оттенок, причем он розовый, ну, в общем, он довольно красиво смотрится, вот, ну, решила взять, не знаю, чего, я тут вчера вечером перебирала, перебирала, и так я эти помады оставила, сегодня я села, включила камеру, я поняла, что мне красится неудобно, и заодно, думаю, покажу эти помады, и уберу в использовании, дальше едем, я решила взять красную, практически красную помаду, это Фаберлик, оттенок 44-129, новые помады лежат, ну, что лежат, а я вот возюкаю, понимаете, я вот возюкаю, пытаюсь вот добить, вот это вот уродство, но она, она так увлажняет губы, просто, вот, была бы эта линейка, купила бы еще много-много штук, вот, в общем, возвращаемся к вот этой помадке, 44-129, я не знаю, как она называется, сама линейка, но это не блестящая, есть вот блестящая, а это вот такая, которая, она полуматовая, или кака, или матовая, в общем, вот такой цвет, смотрите, какой красивый, она, так, боюсь, сломаю, это выкрутила, видите, и красная, и не красная, и вот такая какая-то она непонятная, в общем, возьму, может, может, воспользуюсь, тоже, вот что они лежат, это матовая, сейчас я нанесу эту, я вам скажу, где матовая, где полуматовая, да, вот это полуматовая, ну, ее и видно, полуматовая, а это матовая линейка, и решила я взять два своих любимчика, помните, сколько раз я снимала видео, хвалила, значит, одепела, жидким матовым помадом, от компании Faberlic, я решила взять 40874, как нюдовый такой цвет, она еще, блин, темнеет, когда застывает, и она прям такая будет темновастая, наверное, для меня, ну, посмотрим, видите, то есть, либо какой-то оттенок выбеливающий, имеет сама упаковка, вот помады, само, вот это, сам пластик, потому что, ну, по факту, реально, она здесь светлее, а тут темнеет, и когда она застывает, я думала, может, она застывает на полтона, темнее становится, может, она сразу так, видите, да вроде бы и нет, не, ну, жизни здесь светлее, ну, вообще взяла, не знаю, вдруг воспользуюсь, вообще, как бы я брала вот эту помаду, ну, думаю, эту возьму, это помада моя любимица, 40462, она какая-то розово-персиковая, розово-оранжевая, я не помню, как она называется, ну, вот она такая вот, ржевастенькая, розово-оранжевая, да, такая вот, красивая, вроде бы не рыжий цвет, но и не супер-розовый, розовый есть, кто хочет розовый, это 40461, это розовый кварц, а вот это 462, эта помада, кстати, в принципе, на всех смотрится по-разному, потому что она у меня есть и была, на мне она, по-моему, не очень темной смотрится, в общем, пришла ко мне подруга, я не помню, какое-то там было мероприятие у нас, знаете, такое, ну, не подруга, а родственница, скажем так, и она такая, смотри, что я купила, достается эту помаду, но она знает, как бы, что я занимаюсь фаберлик, покупаю фаберлик, но покупала она не у меня, я не знаю, где она ее нашла вообще, в общем, показывает мне вот эту помаду, этого же оттенка, я смотрю на оттенок, ну, я вижу, вижу мою, мою помаду, я говорю, у меня есть такая, я ее достаю свою, я крашу ей губы, они разные, у нее прям темные, а на мне она вот, ну, такая более светлая, на ней прям темная-темная, хотя у меня кожа, мне кажется, светлее, волосы светлые, а она с темными волосами, и более, более смуглая, ну, в общем, вот эта помада на всех, по-разному сидит, на ком-то она может быть действительно прям темная, на мне она светлая, в общем, опять я болтаю без умолку, в общем, вот эту я вам показала, да, еще решила взять в добивашки, ну, не то чтобы добивашки, добивашки, вот у меня как есть этот мой project pen, нескончаемый вообще, вот этот блеск, вот этот, я просто очень люблю, я не знаю, какой здесь номер, потому что, видите, бумажка-то была, но она вот вся стерлась, это значит блеск фаберлик, он, тоже такой с рыжим оттенком, очень красивый, довольно стойкий, довольно хорошее покрытие у него, обычный блеск, я его покупала, помню, по акции за 99 рублей, просто чудо из чудес, вот такой вот, сейчас, он уже заканчивает, сейчас это, взобью его, вот такой вот он рыженький, он хорошо смотрится на мне, и в нем какие-то розово-красные, что ли, блестки, в общем, именно эти блестки придают немного цвета, но вообще он рыжий, мне нравится вот эта самая упаковка, знаете, если он у вас заканчивается, вот так вот, чпоньк-чпоньк, подвыдавили, здесь его взяли, в общем, мне нравится, хорошая упаковка, на самом деле, такая вот мягенькая, да, как вот тушь, кстати, в Гурмандисе вам показывала, она тоже вот здесь, такая вот мягкая, такие вот зубные пасточки, все, в общем, я вот эти помады убираю, а что я вообще, во-первых, мне вот этот на оранжевый цвет меня потянуло, это во-первых, во-вторых, а что во-вторых-то на оранжевый цвет меня потянуло, и что? А, я взяла в использование вот эту помаду, ну, она мне как бы как использовать и выбросить, она у меня находится в проекте, но она совершенно новая, я ей не пользовалась практически, Рената, оттенок 40, 170, она вот такая яркая, ей зимой-то и не пользовалась, я думала, настанет лето, буду вот такой яркой помадой пользоваться, я поняла, что мне вот такие яркие розовые помады все-таки идут больше зимой, потому что кожа моя более белая, а когда я смуглая, вот с такой вот яркой розовой помадой, я смотрюсь, ну, какая-то цыганщина, ну, ей-богу вообще, ну, то есть можно, опять же, у нее вот такое нанесение плотное, плотное, то есть можно, если вот, вертолеты летят, в общем, вот так, вот если вот так наносить, то нормально, видите, поверх блеска, вот чуть-чуть, вот так, как самостоятельный продукт, вот такой вот яркий-яркий цвет, нет, я просто понимаю, что, но я себе не нравлюсь, просто ужас какой-то ужасный, вот, так что, ну, я брошу в использовании, действительно, можно сверху блеска, и прям, такая сочность сразу появляется, вообще, пойду я руку отмывать, и как всегда на пустом месте я кучу всего наболтала, кучу всего наболтала, вчера я ложилась спать, вот это мист, использовала кокосик, кокосик вкусный, нежный, не сладкий, но как он, сладкий как кокос, но есть, знаете, прям аж, нет, он слегка сладкий, самое, что интересное, его не слишком слышно от меня, то есть это больше так для вас, знаете, вот такая вот дымка, причем я его и утром слышала, но он близко к коже сидит, он не душит, и он такой полупрозрачный, легкий, держится он хорошо, но он не громкий, вот такой, знаете, как будто, знаете, есть такие гели для душа, которые прям на коже долго держатся, вот после использования, вот что-то такое, вот такая громкость, не слишком громкая, но он освежает, так прям классно, красиво, вообще мне нравится, я буду с удовольствием пользоваться, второй я так и не вскрывала, и у меня вообще есть, кстати, мысль, может быть, мы с вами сделаем розыгрыш, я вам могу выслать вот такую коробочку усо, пишите, что думаете, я об этом думала, я уже вот как бы здесь, как были, вот эти пять ароматов, пять ароматов я не вскрывала, они запакованные, значит, это ваниль и кокос, я не знаю, на что это за кокос, честно говоря, ваниль и кофе, может быть, это Том Форд, табака ваниль, какой табака ваниль, Том Форд, а, нет, кофе, интенс кафе, какой табака ваниль, господи, какао-туберос, не знаю, что, амбре, амбергрис, райс, амбрграйс, что за амбрграйс, и сафром, сафром, не знаю, муск тонко бин, мускус и бобы тонко, не знаю, что это за аромат, я вообще еще, кстати, посмотрю, в том, в той коробке, есть ли у меня такие же, вот, в общем, возможно, мы протестируем, и потом я их разыграю, вот эти вот пробнички, да, чтобы вы понимали, и положила сюда мой лимон и жасмин, мою любовь, я ее носила, с этого флакончика, я носила, но здесь 3 миллилитра, как бы я, ну, практически ничего не использовала, но он стойкий, я отсюда нанесла 2 или 3 пшика, стойкость прекрасная, вот, и я думаю, что, возможно, я разыграю такую коробочку, напишите мне, как вы думаете, и невскрытый мист для тела, реально, 175 миллилитров, девочки, я вот этим буду пользоваться года, то полтора, мне много, может быть, вам, после душа, да, в ванной комнате, типа, ставить, приятный, приятный аромат, даже стойкость хорошая, но он не громкий, он так на коже сидит, классно, может быть, кому-то деткам, ну, в общем, напишите, как вы считаете, я хотела сделать розыгрыш какой-нибудь, на 7 тысяч подписчиков, но, может быть, на 6 с половиной сделаем, пишите, как лучше, может быть, еще что-то я сюда добавлю потом, на 7, ну, 7 тысяч долго ждать, нам придется, да, вот, в общем, вот такая вот, может быть, посылочка, в общем, все, я иду смывать, крашусь и показываюсь, все, мои дорогие, я немножечко сделала макияжец, нанесла вот эти тени бежевые, ну, видно все равно, что есть какие-то тени, то есть, здесь вот точно вот этот оттенок, 103, немножечко нанесла еще сверху коричневых теней, но коричневые не такие были, лилово, не, не лилово, ну, в общем, вот такой вот светло-светло-светло-коричневым взяла, вот так вот поваськала, взяла карандаш, мой любимый цвет, но он вообще не стойкий, каял, ну, какой-то каял, ну, может быть, каял на растушевку, но его надо сверху закреплять по любому теня, потому что он вообще стекает, сползает, не держится, но плюс вот таких теней, когда любой не стойкий карандаш вы наносите на вот такие вот матовые тени жидкие, это как подложка, да, под тени, все, все классно держится, все хорошо, в общем, нанесла я как такую маленькую стрелочку на пол глаза, да, не до конца я сделала стрелочку, вот такой вот темный-темный, такой вот цвет хаки, в общем-то обожаю этот цвет, честно говоря, в нем есть небольшой такой перламутр, но он очень небольшой, поэтому, ну да, это каял для растушевки, видите, как он хорошо тушуется, но он скатывается, смазывается, он вообще не держится, а если закрепить этот карандаш, то теряется вот этот красивый цвет, поэтому я так особо им не пользуюсь, в общем, взяла я свою позорную китайскую сумяру, расческа поместилась, кошелек, в принципе, большой поместился, что у меня здесь еще есть, ну и вот как раз таки вот эти два блеска, которыми я сегодня пользовалась, ну обалденные, я их вместе смешиваю, видите, вот этот очень розовый, а вот этот очень коричневый, но он темный, для меня он прям темнючий, а вместе такой дуэтища, вот я думаю, как бы их шприцом, что ли это, знаете, выдавить с собой, их перемешать и в два залить, ну чтобы был один и тот же цвет, не знаю, но я думаю, что я так испорчу, буду вот так миксовать прям сразу на губах, в общем, откладываю в использование, написала я продавцу этой сумки, что что это они в Россию перестали посылать, в общем, под видео, которое я показывала распаковка, много посылок, внизу я оставила ссылку на этого продавца, потому что, ну не все же с России меня смотрят, но я удивлена этому цвету, в общем, я хочу либо рюкзачок, либо еще что-то, именно вот такого цвета, у меня в квартире, ну как, как, как сейчас скажу, такой вот благородный, понимаете, не пойми, что, ни серый, ни бежевый, ни розовый, причем она вроде не розовая, вот совершенно не розовая, она такая серо-бежевая, молочная, двери у нас, называется цвет, беленый дуб, беленый дуб, он такой бело-серо-розовый, в общем, я повесила вот так вот на ручку двери, я понимаю, что сумка подстраивается под цвет дверей, отливает розовым оттенком, в общем, сам цвет мне очень сильно нравится, я бы хотела что-нибудь еще именно этого цвета, там очень много моделей, отвлеклась, в общем, да, много моделей, но плюс-минус цвета повторяются, я так понимаю, что, ну, они из одного и того же, это фабрика, и они шьют разные модели, но цвета кожзама, я думаю, что повторяются, в общем, поэтому я хочу еще какую-нибудь сумку, в общем, я ему написала, что как это так, я не могу купить, жду, что он мне ответит, Ляна, не знаю, в общем, хочу еще такую сумку, но не именно такую, а цвет хочу побольше, да, какую-то вот просто классическую, рюкзачок, в общем, мне очень понравился такой цвет, я его не видела нигде, это для меня, ну, такое, знаете, как новое что-то, это даже не икрю, ну, что-то красивое такое, вот, все, в общем, мои дорогие, а, еще хотела пожаловаться на лак для ногтей, лак для ногтей, эй, он, что там, 60 секунд сохнет, брехня, значит, я нанесла на ногти, я красила вчера, я нанесла вот такое вот средство против желтизны ногтей, у меня бывает ногти впитывают красный лак, и потом становятся, знаете, такие желтые, вот, ну, как такую подложку, да, под яркий цвет, чтобы вот этот рыжий у меня не впитался, вот, значит, это такой вот лак, средство для ухода, там, с витаминами, бла-бла-бла, в общем, белорусский, нанесла два слоя вот этого лака, и два слоя, блин, сушки прозрачной, но вот этот еще как-то ничего, вроде высох, но вот здесь уже начинает стираться сам лак, вот эта сторона, даже показывать не буду, хотя почему же, о, он не скололся, он смялся, знаете, прям так, просто стянуло этот лак, и вот здесь, и вот здесь, в общем, вот эти три пальца надо прям перекрашивать, это было еще вчера, думаю, да что ж такое, цвет бомба, он вот на оранжевое меня тянет, в общем, он и оранжевый, но он красно-оранжевый, он очень яркий, он такой красивый-красивый, то есть он не персичек, да, вот какой-то такой, нет, посмотрите на вот это, классно, я бы хотела, ну, я, наверное, его буду повторять, это, шар, шар, джинк, мэллоу, мне кажется, сочная дыня, или спелая дыня, что-то такое, ну, мне так кажется, может, не так, в общем, мне придется его повторять, если вы знаете, какой-то такой оттенок, в другом, ну, недорогом, не шанель, конечно, да, вот там, 300-400 рублей, то напишите, если у вас есть какой-то такой оттенок, потому что цвет, ну, мне очень нравится, ну, очень нравится, но стойкость вообще ноль, просто ноль. Ну, что, все, мои дорогие, огромное всем спасибо, что провели со мной время, уделили мне время, я очень надеюсь, что вы поставили лайк, и даже подписались, если вы не подписаны, ну, а через, через несколько часов, 3-4-5, я надеюсь, что я смогу снять видео, парфюмерное, аромабокс, я не помню, что там, что там за аромабокс, вот, ну, в общем, будет, будут парфюмчики, будем с вами тестировать, пишите запросы на видео, какие бы видео вы хотели, видеть на моем канале, насчет прямого эфира, я не знаю, можем просто устроить вопрос-ответ, вот, все, мои дорогие, до новых встреч, пока-пока, пока,